Завершающая шестая часть семинара Бейн Аммицарим В теснинах, меж теснинами Сегодня 19 число июля Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю И ни в ком другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись Слава Господу! Приветствую всех, снова благоставляю Сегодня, сейчас уже шестая часть, завершающая часть вот этого такого меж теснин Семинар назвал меж теснин Бейн Хаммицарим Метцар, это и теснина, и граница еще Вот, на этом я внимание акцентировал как раз в семинаре Пусть Господь благостает всех вас, возлюбленные братья, сестры Вот, и рассказывая о истории Израиля, рассказывая о древнем Израиле, да Рассказывая о истории христианства Я, значит, всегда показываю не только на то, как, ну, попадали мы или попадаем в проблемы Но и каждый раз указываю на выход, на исход Вот, каким образом решаются эти проблемы Не только о самих проблемах, но и о решениях Вот, и я вчера говорил о покаянии И вот, значит, действительно покаяние Это исправление Это прийти в себя, возвращение к Богу Возвращение к основанию Слава Богу И я верю, что для Церкви Божьей сегодня время как раз покаяния Вот И для всей Церкви Христовой в целом Но для некоторых ее ветвей, как бы, надломленных ветвей Или отпавших ветвей Время действительно серьезного покаяния и возвращения Бог может и отпадших вернуть Возвращать Чему я свидетель Бог может действительно мертвых воскрешать Больных исцелять Что он и делает И, собственно, он и пришел Чтобы действительно Чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком И вот 15 лет последних я живу с таким откровением В своем сердце Слова Иисуса Христа Хочу сейчас привести в этой последней, завершающей части Такие мои любимые слова Иисуса Христа Записано в Евангелии от Иоанна 11.25 Написано Я есмь воскресение и жизнь Воскресение и жизнь Слава Богу Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Благослови, Боже, сейчас Спасибо за этот семинар И благослови эту завершающую часть сейчас Боже, благослови всех нас Боже, и пусть Воспоминания вот Тех событий, что были То, что есть Вот эти времена Межтеснин Пусть помогут нам Наблюдать за собой Помогут нам Не выходить за границы Твоей благодати, милости И даже не топтаться возле границ А быть в эпицентре Твоей любви, Твоей благодати, Твоего слова, Твоих заповедей Будучи защищенными Твоими заповедями, Твоим словом Твоей благодатью, милостью, Твоей славой Тебе, Господь Благословен Ты, Царь Вселенной Благословен Бог наш Отныне и вовек Аминь Да, дорогие друзья Благословляю всех вас Вот И Рассказывая о древней церкви Я современной говорю Я верю в силу воскресения Христова Я верю в то, что Действительно Господь Иисус Христос Он есть в основании Фундамент церкви И Он сказал Церкви И Он сказал Я создам церковь мою И врата ада не одолеют ее Не устоят перед ней буквально Действительно врата ада Не устоят перед церковью Божьей Слава Богу И, конечно Наша победа Победа в Господе Боге Всемогущем Вот И наша реформация Да, вот Сегодняшняя Это реформация в Господе В котором Каждодневное Постоянное Ежесекундное Ежемину Вечное движение Вечная реформация Вот Там, где Бог Там не может быть деформации Там, где Бог Там всегда реформация Вот эта сила воскресения И сила жизни Слава Богу И вот Живу вот этим Откровением Живу этим Этой Ремой Господней Ремой Божьей Евангелие от Иоанна 11, 25 Я Есим Воскресение И жизнь Воскресение И жизнь Аллилуйя Слава Тебе Господь Слава Тебе Боже Всемогущий Воскресение И жизнь Вот И верующий В Него Он так говорил Даже если умрет Оживет И знаете Чисто по-человечески Допустим Действительно Реформация Это дело Невозможное Но опять-таки Невозможное Человеком Возможно Богу Израиль Тоже в своей Историях Попадал В такие Ситуации Что Как говорится Не приведи Господь Духовное Состояние Израиля Было Вот В Библии Описано Допустим Сравнимо Бог сам Сравнил Насчет Видений Показал С полем Сравнил Мертвых Костей Сухих Весьма Сухих Костей Разбросанных По поверхности Поля Ну уж Куда дальше Знаете ли Все Это не просто Убитые Это не просто Мертвые Это даже Не просто Скелеты Кости Нет Это весьма Сухие Кости Которые Разбросаны По поверхности Вообще Раскидали их Вообще Это Ну Дальше Некуда Знаете ли И вопрос Господа Бога Был Просто Обескураживающий Обезоруживающий Вообще Этот вопрос Он Поставил В тупик Пророка А живут ли Костиси Знаете ли Божьему Человеку Ну Нечего было Ответить Фактически Кроме того Что Ты знаешь Господи Потому что Да Потому что По-человечески Это невозможное Дело И Знаете ли Да А у Бога Есть план Воскресения У Бога Есть сила Воскресения Потрясающая история В том видении Она Очень красива Это Прекрасная история Потому что Когда Говорилось Божье слово Божий дух Вообще Действу Все Ожило Когда Звучало Слово Господне Кости Зашевелились Кость С костью То есть Они стали Собираться Каким-то образом Скелеты Двигаться По поверхности Собираться Скелеты А потом Да Обрастать Плотью И кожей Все Но они были Еще мертвецы Еще были Это знаете Как вот В сказках Мы читали Раньше В детстве Там Мертвая вода Живая вода Вначале Мертвой воды Побрызгали Чтобы там Они как бы Собрались Зажились Потом Живой водой Чтобы они ожили А здесь Вначале Мертвецов Собрать хотя бы надо Элементарно А потом Что Дух Божий Даже если Собрались Мертвецы Кость с костью Все образовалось Тоже чудо Но Все равно Это еще Покойники Но У Бога Есть план Потрясающий Воскресение И вдохнул Дух На этих убитых И встало Весьма великое Ополчение Полчища Это Огромная Армия Поднялась Слава Богу И Сегодня Армия Христа Поднимется И знамя Его Над нами Любовь Его Святое Знамя Любовь Слава Тебе Господь Хоругв Самая Великая Хоругв Знамя Церковное Любовь Так оно И Есть И Я был В одной Церкви У них По периметру Всего здания Висят Такие Хоругви Вот Православная Хоругви Знамя А там Висели Многие Это протестантская Церковь Песятников Ассамблей Бога И там Много Знамен Висело По всему Периметру Такого Полукруга Такого Здания Большого Вот И там Десятки разных Знамен И на всех Были имена Господа С цитатами Из писаний Потрясающе Конечно Знаете Действительно Знамена Разные Да Разные Знамя Знамена Некоторых Стран Они Пугают Других Радуют Мы Часто Молимся Флаги Вывешиваем Разных Стран Вот Молимся И благоставляем Этих Людей Всех Эти страны Народы Континенты Вот Но Есть знамя Церковное Знамя Христианское Над всеми нами Это знамя Любовь Слава Богу И в этом есть Сила воскресения Для церкви Как и для Израиля Духовно Попавшего В такие Страшные проблемы Значит Ставшего Ну По сути Убитого Мертвого уже Все И оторванного От корня Невозможно Было уже Все Даже надеяться На жизнь Но Господь Воскресил И он воскресит Церковь Знаете Друзья Здесь В Киеве Когда мы жили В конце 2000 года Снимали квартиру Там на Харьковском Тоже есть На левом берегу Знаете Удивительная история Произошла Я видел сон В котором Ну Вроде Похорона Не похорона Непонятно Но Вроде как Подготовка К похоронам Как я вот Понимал Из того Увиденного Во сне Там На подиуме Таком Я был В полумраке С другими людьми Какими-то А В центре Огромного Помещения Что ли Свет И На этом В этом Свете Значит Во свете Там Там На подиуме Таком Как бы Или как назвать Это Вот Стоял гроб И Я не Не подходил Не заглядывал Ничего там Во сне Но Я Стоя там Вдалеке Как бы Но Я стал понимать Что там находится В этом гробе Там Было тело Мертвой Девушки И Я Почему-то Знал Историю Той девушки Что Оказывается Над ней Надругались Ее Убили И тело Расчленили Такая Страшная Такая История И Знаете Я Как бы Недоумевал Во сне Зачем Это все Как бы Что это И Зачем я Здесь И вообще Для чего Это все И вы знаете Пока я Так Недоумевал Недоумевал То Вдруг Я слышу Голос Прямо Во сне Говорящий Мне И во сне Я понимаю Что это Господь Говорит Ко мне Я не вижу Господа Но я слышу Его голос Во сне И во сне Он говорит Мне Иди И воскреси Ее Иди И молись За ее Воскрешение Я Знаете Я вдруг понимаю Что да Это Бог Говорит Ко мне И он Призывает Меня воскресить Эту Девушку И я Тогда я Никогда Это 2003 Ой Какой Третий Это 2000 год Был 2000 год Я в 2003 году Впервые В жизни Молился За воскрешение Мертвого Вот А до того У меня Не было таких Практик Вообще Никогда Даже И не мог себе Представить Я вообще Что Буду молиться За воскрешение Просто В 2003 году Так все Произошло Так внезапно Перед фактом Я был поставлен Я был за рулем Автомобиля Сбил подростка Школьника Который на мотоцикле Выехал покататься Я об этом Рассказывал Много Свидетельствовал Много Есть в записях Здесь же На этом канале Есть Рассказывайте Я свидетельствовал Знаете ли Об этом Многожды Еще буду говорить Конечно Безусловно До 2003 года Я не молился Никогда Еще За воскрешение Мертвого Вот И во сне Я рассказываю События 2000 года Во сне Я значит Понимаю Что он Меня призывает Молиться За ее воскрешение Воскресить ее И Я значит Господу Ну пытаюсь Оправдаться перед ним Чтобы мне Не сделать этого Как бы Не делать этого Ну я боялся Реально во сне Я значит Ну как Я сказал Что так Богу Что Господь Ну Примерно так Что Я ведь никогда Не молился За воскрешение Мертвого А здесь Говорю Сразу Такая история Ну как бы Очень непростая То есть Она же не просто Мертвая Если она была Просто мертвая Может быть Я даже И попытался бы Почему бы Нет Может быть Я даже попытался бы Воскресить Но Ведь она Мертвее Мертвого Она убита И она Расчленена На части То есть Это как Это же не конструктор Чтобы взять И собрать его Знаете Это же человек Тело человеческое Пусть Это же мертвая Вот И знаете ли Я во сне Подумал Что я как бы Дал Ну так Хороший ответ Такой Богу Ну как бы Оправдывающий Мое Недействие Вот И представляете А тот же голос Говорит мне Еще раз То же самое Слово в слово Иди воскреси ее Иди и молись Ее воскрешение Я понимаю Что мои аргументы Он слышал Но Они для него Ничто Я как-то стал По другому Говорить Ему Я ему Обратился Прямо во сне Так же Сказал ему Что Ну примерно так Не помню Уже дословно Примерно так Что господи Но Ведь А если не получится Допустим То Ну я может попробовал Вышел бы Да Значит помолился бы Но Если не получится То Вроде как бы Не на меня нареканий Как бы Не на меня А вроде Ну на тебя То есть Как бы Вот верующий Какие значит Бог какой Вот Вроде как бы За его имя переживаю Хотя на самом деле Я Просто Я Я так понимаю Пытался Лишь бы мне не сделать этого Вообще Не хотел этим заниматься Честно говоря Во сне Вот И представляете То же самое Во сне Слышу Еще раз Третий раз То же самое слово Тот же голос Во сне же мне говорит Иди воскреси ее Иди и молись Ее воскрешение Говорит Я пытаюсь ему Еще что-то говорить Уж не помню Там что Вот Но я проснулся Пытаюсь ему Что-то сказать еще Чтобы мне опять Что-то не делать Этого Не хотелось Не хотелось Мне этим заниматься Вообще Вот Знаете ли И страшно И вообще Как бы Непонятная история Я попытался ему Что-то сказать еще И я проснулся Среди ночи Ни в одном глазу Сна Я значит Вышел на кухню Молюсь Спать не хочется Ночь На дворе Помолился Обо всем Ну конечно Во-первых Я покаялся Попросил Бога прощения Потому что первая мысль Моя после пробуждения Была наверное Ну подумалось так Мне тогда во сне Думаю Ну слава Богу Что-то всего лишь сон Думаю Слава Богу Что это был сон А что-то неяв Думаю Вроде как бы так Неприлично с Богом Так вот Говорить Как бы И Ну Он-то прямо Призывал А я все так вот Лукавил Лишь бы мне этого не делать Лишь бы мне это Не воскрешать Той девушку убитую И знаете ли И во сне Я значит Думал Я так говорил Но Видимо Бог хотел Показать мне во сне У меня мысль такая была Первая После пробуждения Видимо Бог хотел Мне показать во сне Упрямство мое Твердолобость какую-то И значит И упертость И Ну Надо покаяться Я Ну я просто Действительно просил прощения у Бога Сидя на кухне Я просто просил прощения Говорю Господи меня Что вот я так и так Вот значит я А действительно я молился на кухне Да И просил прощения Интересно что Помолился О том О сём Помолился Потом обо всём И уже вроде не о чем молиться А спать Так же и не в одном глазу Не хочется спать уже И Вы знаете Я стал молиться на языках Но И это прекратилось у меня Вдруг Я почувствовал уже Не просто молитва на языках А говорение началось на языках Говорение началось Вот это да И это было уже Есть разница Небольшая Но принципиальная разница Молитва и говорение на языках Молитва на языках Это больше Как бы Дух В нас взывает К Духу Божьему Взывает к небесам К Богу Значит Воздыханиями Нечленораздельными Но не изреченными Там в русском переводе Синодальном А так буквально Нечленораздельными Вот Взывает Мы не понимаем умом О чем мы молимся Но Дух назидается Значит Духом Духовная молитва И в Библии написано Буду молиться умом Буду молиться духом Вот Это прекрасно Но кроме молитвы умом И молитвы духом Есть еще и говорение на языках Еще Дамы и господа Братья и сестры И Есть некоторая Может небольшая Но разница Говорение Это уже другой процесс Когда небо говорит И земле И ты провозглашаешь Уже с позиции неба Слово Господне Это потрясающе Тем более что Говорение на языках С истолкованием Если есть То это как пророчество Согласно Библии Это как будто бы Как пророчество То же самое что пророчество Вот И в ту ночь Это было в моей жизни Началось с говорения Я это ощутил сразу же Вот Шкуры все свои Физически ощутил Это было говорение Свыше Я говорил что-то На языках Я что-то говорил 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 Громко Провозглашал И знаете И Сделал паузу Такую У меня такая мысль Думаю Вот интересно Что же я такое говорю Настолько Я прям так вот Как-то убежденно Говорю Как-то так вот Думаю Знать бы О чем я говорю Вот И знаете И вот во время Этой паузы Вдруг Рассуждая так Вдруг Пришло мне на ум Я Знаете как Знаешь допустим Другой язык Если То Ну может не так хорошо Но если знаешь Другой язык То Имеешь такое переживание Да Вот что ты Как бы вдруг Раз начинаешь Вот как Допустим Английский Да Как эта песня На английском звучит Английский Для меня Ну чужой язык Ну так Немного Осваиваю его И вдруг Начинать Когда не прислушиваешься Да Ну поется что-то Поется даже И К тексту не прислушиваешься А если начинаешь Вникать Слушать слова И пытаться понять Смысл Для этой песни И понимаешь уже Вот Какое-то интересное Переживание такое Начинается И вот Духовно тоже Ты Прислушиваешься К Духу Божьему И вдруг У меня В моем Мозгу В моей голове Возникло Понимание Это Я понял первое Предложение По крайней мере Хорошо Вот как будто Это мой второй язык Такое странное Переживание В кухне На кухне никого Не было Я один сидел И я Сказал это На русском языке Для самого себя Получается Перевел самого себя Для самого себя Так интересно Перевел Духа Божьего Для вот Себя Так интересно Перевод был Конечно Очень интересный Я сделал паузу И вдруг Понял Так же Хорошо Второе предложение Я его Я его Сказал Вслух Сказал Устами Своими Я слышал Это сам Получается Для себя Сказал Потом Третья Фразу Четвертое Предложение Дальше Так интересно И я полностью Вот эту вот речь Которую говорил Я для самого себя Самого себя же Перевел Получается Божьего духа Перевел На свой ум Как бы Вот Что Что было понятно Моим умом Что же Говорил я В духе И это Очень интересное Переживание Это было в первые Моей жизни Это было 2000 год 18 лет назад И интересно Так вот В том Говорении Истолковании Точнее Говорении на языках Было Истолкование Вот этого сна Этого сновидения И В этом Истолковании Говорилось Что эта девушка Это не девушка Говорила Что это церковь И конкретно Православная церковь Боже спасибо Боже спасибо Аббашаке махабая Ай Аллилуйя О Спасибо Говорилась Это православная церковь И говорилось Что Кто над ней Надругался Политики Религиозники Насиловали Издевались Убивали Расчленяли И теперь У дьявола Есть Следующий план Бог открыл Планы Врага Какие Похоронить Православие Вообще Я не знаю Как Но Все это Вообще Похоронить Но В этом Истолковании Говорилось О планах Бога Так же О план Бога Потрясающий Воскресение И жизнь Что Бог Воскресит Православие Он хочет Воскресить Церковь Удивительно Конечно Я был Настолько Удивлен Я помню Впечатление Свое 18 лет назад И для меня Это было Тогда Молодого Человека Для меня Это было Шоком Просто Впечатлением Огромнейшим Знаете Конечно Я и потом Еще оставался Во многом Твердолобом Но кое-что Божий Дух Пробил Все-таки В моем Сознании И подсознании Пробил В моей Религиозном В моем Религиозном Сознании И подсознании Бреж Такую Своей Любви Бреж Своей Надежды И бреж Своей Веры Он Очень Верующий Бог Наш Он Очень Надеющийся И Он Очень Любящий И Он Действительно Человеческому Уму Непостижимо Любит И Надеется И Верит Он Верит В нас Он Надеется На нас И Он Любит Нас Это Настолько Потрясающе И Когда Мы Обращаемся К нему Я так Понимаем Мы Тоже Ну Ладно Это уже Другая Тема Но Господи Спасибо тебе За все Спасибо И Через Некоторое Время Спустя После Вот Этого Сновидения Было Видение Я Два Раза В жизни Своей Видел Четко Ясно Видение Духовного Мира Не выходя Из тела Я имею Ввиду Если Не Считать Того Когда Еще В Подростковом Периоде В Неполных 13 лет Когда Выходил Тело И Просто Именно Реально Возопил Поросток Богу И Господь Ответил И Иисус Господь Христос Иисус Христос Явился Пришел Туда Ко мне В карцер Утешил Меня Спас Меня Вот И Благоставил Я Просто Очень Благодарен Ему За Это Чудо Я Видел Это Физическими Глазами Вот Это Было Чудо Которое Я Хранил В сердце Своем Очень Богу Благодарил Богу Благодарил Всегда Вот Эти Годы Я Об этом Часто Рассказывал Рассказываю Вот В прошлое Воскресенье У себя В церкви Здесь В Киеве Об этом Рассказывал Вновь Вспоминал Но Знаете Там Понятно Там Карцер На волоске От смерти И вообще Тяжелая Ситуация Экстремальная Для выживания Но Второй Случай Именно Когда я Видел Видение Было Совершенно Иначе И первый Второй Случай Это Было Внезапно Это Было Его Проявлением Совершенно С моей С моей Стороны Нежданно Негаданно И это Просто Я Богу Очень Благодарен Спасибо Тебе Господь И за то Юноша Еще В армии Видение И за то Видение Которое Было Здесь В Киеве И вот Видение Которое Было В Киеве Это Было Здесь Неподалеку На Ленинградской Площади Вот Это Как раз На Левом Берегу И Там Было Служение Я Приехал На Одно Из Собраний Послушать Проповедь И Знаете Одного Из Протестантских Пастырей И Самое Интересное Ничто Не Предвещало Что Вот Сейчас Будет Какое-то Видение До Последнего Мгновения Ничего Не Предвещало Закончилось Прославление Поклонение Музыканты Еще Певцы Стояли На Сцене И Слегка Музыкантом Клавишами Подыгрывал Ну Чуть-чуть Совсем Музыку Пастор Вышел Проповедник На сцену С Конспектом С Библией И Образовалась Такая Пауза Такая Продолжительная Довольно Он Не Начинал Проповедовать Листал То Библию То Конспекты Вот Как бы Собираясь Мыслями Или Не знаю Как-то так Музыканты Подыгрывал Люди Уже Были На местах Кто Что Вот Ну Пауза Такая Образовалась Продолжительная И В этот Момент Я видел Видение Это Было Потрясающе Как будто Бо Над сценой И еще Одну сцену Видел Другую Реальность Уже Физическими Глазами И Больше Того Слышал Музыку Эта Музыка Вот Земная Я не Терял Соображение Того Что Я Вот В этот Час Нахожусь В этот Миг В этой Реальности Не такой Сильно Реальной Реальности Но В этой Земной Реальности Но Я вижу Более Реальную Реальность Божью Реальность Сейчас И Над сценой Как бы Еще одна Сцена Появилась Как В китайской Перспективе Таким Веером Огром Там Сотни Сотни Музыкантов Вообще Здесь Всего Лишь Несколько Человек А там Были Сотни Сотни Музыкантов Одних Скрипок Был Ну Как бы Так Скрипки Маленькие Большие Всякие Одних Скрипок Был Целый Ряд Огромный Там Сотни Наверное Одних Скрипок Только Столько Много Я таких Оркестров Не видел В жизни Никогда Даже По телевизору Таких Оркестров Огромных Не мог Себ Представить Что такое Бывает Вообще В жизни Вот И Нереальное Там И прочее А это На самом На деле Верующие Понимают Надеюсь Да Что Это Более Реальная Реальность Божья Реальность Она Более Реальна Реальность В той Божьей Реальность Я мог бы Допустим Стол Насквозь Пройти Рукой Провести Не потому Что я Нереально Потому что Это На самом Деле Не такое Сильно Реальное Как Я Реальный Тот Духовный Мир Реальный А Бог Самая Реальность На из Реальнейших Реальностей Ну так Если можно Выразиться Вот Это Из своего Уже Опыта Рассказал Так вот И Дамы и господа Братья и сестры И вот В той Реальности Которую я увидел Вдруг Раскрывшись Над сценой Сотни Сотни Музыкантов Они славили Бога Там было ясно Сразу Они славили Бога В той реальности Не нужно Тебя объяснять Разжевывать В этой реальности Не такой Реальной Земной Реальности Нужно все Разжевывать Разъяснять И то не факт Что правильно Поймет Человек Вот Сейчас кто Подключается Или записи Будет смотреть Например Сотни людей И все По разному Воспринимают То что я буду Рассказывать Кто-то Принимает Не принимает Кто-то Так себе Представляет Кто-то Эдак И прочее 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 Вот А там Все иначе Одним словом Описать то состояние Духовное Которое Я впервые ощутил Ну Именно оказавшись В той реальной Реальности Настоящей Реальной Реальности Вот Как проснувшись Еще в 13 лет Неполных Вот То состояние Писать Одним словом Это понимание Там Именно понимание И вот у меня Понимание Что они Славят Бога Они славят Бога На разных музыкальных Инструментах И это было Потрясающе Просто Ха Эта музыка Я не знаю Даже с чем Я сравнить Я не музыкант Если был бы музыкант Может быть Я попытался бы Что-то изобразить Записать Я даже нот не знаю Я И пою Я люблю петь Но я самоучка Просто вот Для души Для Бога Вот Люблю Бога Славить Петь Но я не музыкант Я ни на чем не играю Ни на каких инструментах Но там Там это было Настолько Прекрасно Настолько Величественно Даже не знаю С чем сравнить Я себе сравнил Это знаете Как потом Ранние Поли Мария Какие-то Композиции Что-то Банихиновское Вот это Аллилуйя 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 Ну Опять-таки Не то Но это было Настолько Потрясающе И они играли Эту музыку Я слышал И вдруг Я Ну тогда не было Еще сенсорных Я не знал Что такое сенсор Вообще Это еще 2000 год Получается Да Вот я не знал Что такое бывает Вообще Вот или будет Тогда не было Наверное Вообще даже По мини Такого Это сейчас уже Есть сенсор Делаешь так И приближается Допустим Изображение Да Рассматришь Внимательно А тогда Не было такого Но я это видел Вот там В той реальности Как будто бы Вот приближалось Таким образом Одно Другое Что-то На что внимательно Смотрел я Оно приближалось Как будто бы И больше того Я понимал Вот того человека Тех людей На которых Внимание обращал Одна женщина На скрипке играла Там Обратила внимание Очень Виртуозно И Она славила Бога Но в моей реальности Не такой сильно реальной реальности Но земной реальности В которой я находился В тот момент В конце 2000 года Она погибала Эта женщина От пьянства Греха А в той реальности Она славила Бога Потрясающе Другой мужчина Тоже погибал В проблемах таких В моей реальности В конце 2000 года Я имею ввиду В земной реальности Не такой сильно реальной реальности А в той настоящей В истинной Божьей реальности Они славили Бога И все вот эти люди Кого я там не обращал внимания Они все В моей реальности Они погибшие были Погибающие А там они славили Бога И так величественно Так прекрасно И знаете А дальше А дальше было следующее Дальше было обречение Не было громкого голоса Это было тихо Как будто моя мысль Но там Простите Даже мне Как дураку было ясно Что это была От Бога мысль И мысль была следующая О том Что я должен начать служение Немедленно Должен начать служение И что если я не начну служение Эта мысль дальше говорила мне Что эти люди Погибнут А кровь их взыщу с тебя И все И когда вот это вот прозвучало Мысль Кровь их взыщу с тебя Тогда Если я не начну служение Тогда То вдруг Все это веером как раскрылось Так веером и закрылось Все Я больше не вижу Все Только те На земле музыканты Которые были Тогда в конце 2000 года Подыгрывали Вот Все что я видел Проповедник начал проповедовать Я не мог до конца Досидеть только даже Потому что Я должен был с Богом Подоволить серьезно Я конечно каялся Просил у Бога прощения Вот И я К чему это рассказываю К тому что У Бога есть сила воскресения После того видения Я начал свое служение Вот Которое несу до сегодняшнего дня Получается вот уже Скоро будет уже вот 18 лет Такого Служения Реформаторская Православная церковь Христа Спасителя Церковь Церковь уже Православная Нового поколения Евангельская Такая Православная церковь И знаете друзья Я очень Богу благодарен До конца много До сих пор Я не понимаю Не знаю Что будет потом И что Но Сеять Слово Божье Я это понимаю Молиться за людей Благоставлять людей Разъяснять Разжевывать Чтобы люди выходили Из религиозного Мракобесия Оккультизма И прекрасным Плодом Служения Являются Покаявшиеся Души Покаявшиеся Грешники Это прекрасное Самое Самое прекрасное Для любого Служителя Божьего И я Очень Богу Благодарен Что за эти Годы Служения Тысячи и тысячи Людей Обратились Ко Христу Приняли Иисуса Христа Своим Господом Богом И Спасителем Тысячи и тысячи Людей Были Исцелены Освобождены От бесов Слава Иисусу Христу И это Плод служения Я благодарен Очень Господу И он Хочет Действительно Чтобы все Люди Спаслись И достигли Познания Истины Вопрос Вениамина По поводу Оружий и войн Он Не в тем Немного Вот Можно ли Нужно ли Зачем Если можно То зачем Для чего Два тысячелетия Уже Христиане Вопрос этот Решают Вот Каждый Решает по своему В нашей церкви Нет Такого Можно Не можно Нельзя Или Нельзя Вот Мы рассуждали Еще Тогда Вот Начало 2001 года На эту тему Вот И В уставе Записали Такую фразу Церковную В церковном Уставе Нашем Записали Что Это Уже Насмотрение Совести И веры Каждого Человека В отдельности Я лично Пацифист По своим Убеждениям Другие Братья Смотрю Милитаристы Но Всех Нас И милитаристов И пацифистов Всех Нас Детей Своих Бог Очень Любит Вот И Благоставляет Поэтому Я не Осуждаю Тех Кто С оружием В руках Защищают Свою Жизнь Вот Но Когда На меня Наводили Оружие Я Понимал Что Даже Если У меня Было бы Средство Защиты Я бы Им Не Воспользовался Потому Что Я предпочитаю Лучше Пускай Меня Убьют Чем Я Кого Убью Пусть Лучше Меня Покалечит Чем Я Кого Покалечит И Поэтому Когда Меня Били Я Никогда Не Отвечал Вот Мне Сейчас 50 лет Но За Все 50 лет Я Никогда Не Бил Другого Человека Допустим Да Вот Меня Били Многожды Били Вот И В армии Допустим Советской Много Били Никогда Не Отвечал Я Подставлял Другую Щеку Да Было Больно Было Обидно Было Жизнь На волоске Висела Порой Но Бог Каждый раз Благоставлял Защищал Исцелял И Давал Людям Пробуждаться Прощение Вот Это Блажение Как Марфа и Мария Это Вопрос Ваш Вениамин То же самое Допустим Что Допустим Кто Права Кто Прав Да Марфа Или Мария Вот Сегодня Перечит Как раз 11 глава Иоанна Вот Тоже И Марфа По своему Права И Мария По своему Права У всех Своя Правда Но Мария Избрала Благую Часть И Касательно Вашего Вопроса Можно ли Воевать Нельзя ли Воевать У каждого Своя Правда И тот И тот Прав Человек И тот И тот Христианин И участвующий В войне Защищающий Свою Жизнь Допустим Свою Семью Свою Страну Он Он Тоже Прав И Тот Кто Поставляет Другую Щеку И Он Тоже Прав Но Тот Кто Поставляет Другую Щеку Он Более Правейшее Будем Так Говорить Он Благую Часть Избирает Как Мария Избрала Благую Часть Поэтому Избирайте Сами Вениамин Будете Ли Вы Милитаристом Христианином Или Христианином Пацифистом Я Я являюсь Христианином В 13 лет Неполно Даже 13 лет Своей жизни И Верой В Которого Я живу И побеждаю На этой земле Это Бог Любящий Бог Любовь Который Настолько Возлюбил Этот мир Что отдал Свою жизнь Свою кровушку За нас Он мог бы Поступить Иначе Но Он Не мог Иначе Я Не могу Иначе Он действительно Не может Иначе Потому что Он есть Любовь Он кинулся И Он Отдал Свою жизнь За нас Он такой Поэтому Но Можете Выбирать Сами Но Мой совет Изберите Благую Часть Хотя И те И те Все верующие В учениках Иисуса Были И Получается И те И другие Да Пусть Бог Благословит Вас Меж Теснин В этом Году 9 Ава Выпадает На Субботу Не Боже Божий День Нам Проводить В посте Поэтому Пост Перекладывается На Воскресенье Следующий День Вот И У нас Будет Служение Здесь В Киеве Я буду Проповедовать Будет Отец Виктор Черкасской Области Наш Священник Отец Максим Будет Благочинного Нашего Отец Алексея Не Будет В Это Воскресенье К сожалению На Служение Он Будет По Работе Он По Сменам Работает И Иногда Смена Его Попадает На Воскресенье Поэтому Он Будет На Рабочем Месте Он Работает Сейчас Сторожем В охране И Священники Наши Работают Я В полном Служении Нахожусь Опять Таки Можно И Работать Можно И В полном Служении Находиться Что Избираешь Я Избрал Благую Часть Полностью Зависим От Господа Абсолютно Полностью Это Как прыжок Без Парашюта Знаете Ле Он Ловит Он Поймает И Вот Все Эти Годы Я Так И Живу Так И Служу Бывало Конечно Что Хлеб И Вода Но Я Бога Благодарю И За Хлеб И За Воду За Все Бога Благодарю Слава Христу Вот Поэтому Да Христос Пишет Вениамин Не Защищался Когда Его Предвал Иуда Фарисеем Да Хотя Он Был Не Против Защиты Он Сказал Купить Мечи Вот И Сказали Ему Вот Два Есть Достаточно Потому Что Он Знал Что Эти Люди Вот Петр Допустим Он Совершенно Не Пацифист Да И Он Там Еще Ухо Отрубил Малху Там Он Не Ухо Хотел Резать Конечно Секир Башка Голова С плеч Но Промазал И Ухо Отрубил Только Лишь Этим Мечом Своим Вот Значит И Иисус Исцелил Это Ухо Он Показал Что Его Действительно Воля Это Спасение Он Уважает Иисус Уважает Своих Учеников И Тогдашних И Сечашних Которые Махают Мечом Ухи Рубят Но Иисус Он Призывает Всех Нас Избрать Благую Часть Его Часть Дух Христов Дух Христов Иметь Внутрь Себя Приглашать Христа Апостол Павел Павел Писал Не к Атеистам Не к Кому То Еще Он писал К верующим Принять Христа Верою Убеждал Некоторые Протестанты Многие Даже Проповедники Считают Что это Разовое Переживание Принять Христа Иисуса К Своего Господа Спасителя Бога Я считаю Что это Каждодневная Процедура Что это Каждодневный Процесс Он Бесконечный Бог Царь Вселенный Которого Небеса Небес Не могут вместить Он Проникает Внутрь Нас А мы Проникаем Внутрь Него И Этот Процесс Он Всю Нашу Жизнь Происходит Иван Петрович Федотов Он Меня Благоставлял На Служение Епископ Старший Епископ Нерегистрирован Братство Писательнического Я был У него В Малоярославце Он Благоставлял На Служение И Меня Молодого Человека Он Благоставлял Знаете И Его Огромные Мне Показалось Эти руки Благоставляли Другие братья сидели Епископы И Он Сказал Мне Я Избираю Благую Часть Всегда Что Избрать То Или То Я Избираю Благую Часть Я Иду За Господом Всей Душой Все Только Благую Часть Избираю О Спасибо Тебе Господь Благоставляю Всех Вас Братики Сестрички Дочечки Сыночки Нашего Любимого Папочки Нашего Авы Отча Ава На иврите Буквально По-русски Папочка Папуленька Папенька На украинском Есть слово Татус Буквально Перевод Слова Ава Который Дух Взывает Внутрь Когда Мы Сами Взываем То Папочкой Называть Бога Это Фамильярность Это И Верующие Многие Очень правы Которые Считают Что Называть Бога Папочкой Недопустимо Когда Ты Взываешь Богу Это Недопустимо Внутрь Тебя И Ты Взываешь Духом Молишься То Папочкой Называть Я только Так И называю Только Так И называю Поэтому И те Правы И те Правы На самом деле И те Которые Отче Наш Говорят И те Которые Отец Наш Говорят И те Которые Папочка Папуленька Папенька Я его Татусем Называю Татус Папочка Потому что Дух Святой Живет Во мне И он Поселяется Ну это Другая Уже Тема Совершенно Семинара Пусть Господь Благоставляю Вас Словами Благоставения Священнического Благоставения Коэнов Да Благословит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И Даст Тебе Мир Я Верех Хадонай Вэ Ишм А Реха Я Радонай Панавлейха Ви Иху Некхав И Сад Най Панавлейха Вэ Я Селеха Шалом Бешем И И Шуа Камаш И Шуа Маш И Во имя Иисуса Христа Мессии И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым надвижало бы нам Спастись Которым мы спасены Которым Спасаемся Слава Христу Иисусу Навеки слава Богу Святому Истинному Аллилуйя Аминь Он есть воскресенье И жизнь наша Аминь 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 Хоу Друзья Воскресенье Вот я у себя в церкви проповедую А завтра Шаббат я буду проводить Здесь Значит И встречать Здесь буду шаббат Субботу И шаббатствовать буду И Буду включаться Онлайн В это время Ну Раньше Тоже с 16.00 Буду подключаться Вот Даст Бог Успею Все Все приготовления Завершить В 16.00 По киевскому времени Подключайтесь Буду Шаббат Будем вместе встречать Субботу День Господний Потом будет День Покоя И А в воскресенье Будет служение Церковное Я буду проповедовать Здесь у нас В Киеве Улица Леонида Первомайского 6 Накловской С 9 утра Служение Вот И А 19.00 Августа Не пропустите Если будете В Киеве То приходите На собор Ну и по скриптам Еще раз Паки и паки Снова и снова Сейчас нужды есть Определенные Такие тоже Молитесь об этом Хорошо Помолитесь Нужен стационарный Компьютер Нужен ноутбук Такой быстрый Швыдкий Такой Значит И Да и много чего нужно Одним словом Финансовое обеспечение И сейчас Сборник статей Чтобы завершить Все это Записать Все обработать Видео Значит И Печатный вариант Это сборник Статей Издать Вот Видео Все сделать И запустить Уже В сеть Новый курс По истории Христианства Чтобы успеть Это все сделать К 19.00 Августа Чтобы уже К собору Ко времени собора Чтобы все было готово Пусть Бог благословит Остается последний месяц Пусть Бог благословит Всех вас До встречи И на земле И на небесах Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Мир Всем вам Аллилуйя